Летим в Москву. Спустя очень много-много часов, случилось наконец-то в Москве что-то приятное. Это тазик с кружкой для дочи. Потому что в отеле почему-то нет горячей воды. Сказали, что вода будет только ночью, часам к 11, а нам нужно помыть попку. И поэтому специально для нас купили, принесли новенький тазик с ковшиком. Боже мой, как приятно, как приятно. Марат, скажи. Очень приятно. Спасибо большое. Просто почему я говорю, что в Москве наконец-то у нас получилось что-то приятное. К тому, что, не знаю, пока что нам этот город не особо нравится. Какая-то атмосфера. Ну, не знаю. По-моему, вы, скорее всего, тоже слышали, что москвичи не очень дружелюбно относятся к приезжим. Я раньше думала, что это как-то, ну, типа, вранье все. Ну, не знаю. Ну, помимо отеля имеется в виду, понятное дело, да, тут сервис хороший. А вот именно люди на улице, какие-то посторонние, не знаю. Или, например, вот мы ходили обедать в кафе. Как-то... Что-то не очень. Марат, как тебе ощущения? Вот единственный таксист тоже был классный парень. Но он дагестанец, не местный. Вот. Так что, не знаю. Сейчас мы пойдем, наверное, гулять и попробуем как-то поменять свое мнение, да. Потому что хочется все-таки оставить хорошее впечатление. Но вот благодаря таким людям, которые приносят нам тазик специально для дочек. Боже мой, мелочь. А так приятно. Спасибо большое. Просто, чтобы не быть голословной, понимаете, вот даже этикетки с магазина. В жизни не думала, что буду радоваться такому. Просто, действительно. И тут у нас, конечно же, штаборат. Та-да! Включили горячую воду. Да? Или тебе показалось? Включили горячую воду. Ну ладно. Все равно приятно. Это время, углевать из ственаа. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Красиво. Дождик капает, правда. Но ничего. Сейчас пойдем вот сюда. Очень красиво. Очень впечатляюще. Из-за того, что у нас было очень ограниченное время, мы не смогли посетить каждый отдельный комплекс внутри музея Московского Кремля. Но даже небольшой прогулки по внешней территории нам хватило, чтобы понять, что мы хотим сюда вернуться еще, посмотреть на все более детально и не спеша, потому что это того стоит. У нас пока что есть время добыли, поэтому мы решили, потому что мы как таковой сегодня обед не едем. It's time for some mama-контент. Мамский контент, короче, вот вам, пожалуйста, в таком-то матери ребенка в аэропорту Шереметьев. Столик, скамейка, чтобы посеять пока антирагвина, бобыть, что нужно. Чувалитная бумага, шишелка, дверь. Ну вот, сами видите, что тут. Раз, два, три метра. Ну и, наверное, в ширину, вон, даже вот так меньше. К слову сказать, в Шемкенте чуть больше филинальная комната, при том, что аэропортом в разы-вразы меньше. Ну, в принципе, неплохо. Главное, тепло, светло и вода. Наше путешествие подошло к концу. Оно было интересным, не без эксцессов, но, тем не менее, это был отличный опыт. Это наше первое совместное семейное путешествие за границу. Ну, как путешествие, поездочка такая. Не прям уже длинная, но зато всё равно очень-очень насыщенная. Мне понравилось. Марат, а тебе понравилось? Угу. Всё. Всем спасибо, что смотрели. С вами была я. Ах, ель, я знаю. Спасибо большое, что были с нами. Успехов вам, побольше позитивных эмоций и возможностей исследовать новые места. Идите с улыбкой по жизни. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok